Чем хуже люди ЛНР и ДНР от людей Чечни, которые хотят независимости, они же тоже хотят независимость, как и вы. По мосту ездят гражданские люди, это кочунственно ликовать по поводу этого, взорвать мост, по которому ездят мирные люди, это подлый поступок. Но, чтобы встреча Путина с Кобзоном решила бы проблему, согласен, безусловно. Тумсо, приветствую тебя. Чем хуже люди ЛНР и ДНР от людей Чечни, которые хотят независимости, они же тоже хотят независимость, как и вы. Совершенно неуместная аналогия, неподходящий пример. Потому что не существует донецкого народа, луганского народа, херсонского народа или запорожского, такого народа не существует. Есть украинцы, есть русские, есть чеченцы, татары, башкиры, якуты. Это народы. Право на самоопределение есть у народа. Понимаете? Вы пытаетесь подменить понятия, и тем самым вы обесцениваете реальную борьбу народов за свое самоопределение. Подсовывая какие-то фейковые вещи. Когда есть народ, и этот народ борется за право самоопределения, на независимость, это то, что правильно и узаконено. Но то, что ты приводишь, пример, это как если бы часть чеченского народа, какой-нибудь отдельный тейп, скажем, или там союз каких-то тейпов, или внутри тейпа у нас есть тоже определенные деления, там нагары, ответвления, или если бы они отдельно, или какое-нибудь отдельное село, допустим, в Чечне, отдельный район в Чечне, захотел бы независимости от Чечни. Вот это вот, это нелегитимно. Это, в принципе, претензии, которые не имеют права на жизнь. Это часть нашего народа, и они должны быть в составе нашего единого государства. Это неотъемлемая часть от нашего народа. Понимаете? Вот точно так же и в вопросах с Луганском, Донецком, Херсоном и так далее. Это украинцы, и это часть Украины. Если же они, кто-то там, не считает себя частью Украины, не считает себя украинцем, русский, например, никаких проблем. Россия огромная. Там столько земель, которые вы можете освоить. Пожалуйста, просто переезжайте. Но без украинской земли. Это Донецк, Луганск и все остальное, это украинская земля. И проживают там украинцы. И этнические, и гражданские. Если вы скажете, там много этнических русских, это не дает права на то, чтобы теперь эти этнические русские делали территорию, на которой они проживают, частью России. Эти этнические русские, если им некомфортно жить в Украине, иметь украинские паспорта, то они просто переезжают на свою историческую родину, там получают российский паспорт и живут среди русских людей. Если там, в Донецке, есть, скажем, чеченцы, которые не хотят жить в Украине, они просто переезжают в Чечню, живут в Чечне, понимаете? Вот такие правила. А территория остается за украинцами, так как это их земля, принадлежит она им. Так же, как чеченская земля принадлежит чеченцам. У нас тоже проживают разные народы, но они не могут в какой-то момент сказать, так, вот здесь, вот это вот село, допустим, мы здесь проживаем компактно. Мы теперь хотим стать независимыми. Дорогие друзья, хотите стать, давайте в другом месте где-нибудь. Территорию, это наша территория, наша земля. Ее мы вам не отдадим. Вот такие вот, как бы, правила. Не нужно подменять право народа на самоопределение и какие-то попытки другого, причем большого государства отжать территорию государства меньшего. По мосту ездят гражданские люди. Это кощунственно ликовать по поводу этого, взорвать мост, по которому ездят мирные люди. Это подлый поступок. Кстати, вот этот тоже такой вброс. Очень важно, что мост, по сути своей, это стратегический объект. Мост, который, единственный мост, который соединяет полуостров с Россией, это просто глобальный стратегический объект. Поэтому, ну, мирный, он, его нельзя называть исключительно мирным. Поэтому мосту едет техника, поставляются боеприпасы, обеспечивается российское, российские войска обеспечиваются продукцией, там, подовольствием и так далее. Поэтому объекты, такие объекты, как мосты, они, конечно, не являются мирными и они всегда первыми поражаются для того, чтобы перекрыть вот эти вот возможности поставок, возможности отступления, наступления и так далее. Так что здесь, ну, чисто если посмотреть с точки зрения правил ведения войны, то это абсолютно все по правилам. Мосты, вы думаете, почему даже в любых, даже здесь в Швеции, в любых городах мосты всегда отдельно имеют видеонаблюдение, то есть они постоянно охраняются, потому что это стратегические объекты. Мосты это стратегические объекты и они, конечно же, поражаются. Мирные, вообще безоговорочно мирными объектами инфраструктуры являются больницы, школы, детские сады, обычные жилые дома. Вот это мирные объекты. А мосты это стратегический объект. В Арабских, в Объединенных Арабских Эмиратов и Путин, и Зеленский будут на G20. Оба согласились присутствовать. Встреча Путина с Зеленским ничего не решит. Решить что-то может только встреча Путина с Кобзоном. Тумса, согласен? Но, что встреча Путина с Кобзоном решила бы проблему, согласен, безусловно. Встреча Путина с Зеленским не решит, не знаю, может быть что-то и решит. Но встреча Путина с Кобзоном решила бы однозначно. Тумса, когда Чечня будет свободной в Уичкере, есть планы вернуть исконные земли чеченцев или же будут жить на этом куске? Мансур Орстхо, а что ты имеешь в виду под исконными землями чеченцев? Наверное, все зависит от того, что ты вкладываешь в это. Есть Аух, который, безусловно, является частью чечения. А вот если ты что-то более этого говоришь, то здесь я, наверное, не буду уже эту тему комментировать. По поводу Ауха, да, безусловно, это часть нашего государства, нашей территории. Я, например, про бывшую Ичкерию, так как карта была другая, Ауха это уже всем известная тема, но я тебя понял, не комментируй. Джазик Аллаху Хейр. Нет, здесь по поводу бывшей Ичкерии и так далее, ну здесь уже у каждого какие-то свои убеждения по этому поводу, у каждого свои карты. И я не сторонник вот этих вот рассуждений, я сторонник нашего государства в пределах сегодняшней Чечни и Ауха. Ауха это, безусловно, как бы часть нашей земли, нашего государства. И вот, как бы наши претензии на эту территорию, они должны быть всегда задокументированы, как бы обозначены. Что касается каких-то других тем, то здесь я уже не сторонник этих рассуждений. Так как это... Наши братские кавказские народы проживают на территориях, которые, возможно, кто-то считает, что когда-то были и так далее, но я считаю, что такие разговоры для нас будут сейчас только вредны. Субтитры создавал DimaTorzok